Стартовал парад студенческой молодежи с площадки рядом с Брестским государственным университетом имени Пушкина. Дружными рядами ребята дошли до главной пешеходной улицы города, Советской. Настроение, атмосферу и тон мероприятию задавал духовой оркестр под управлением Валерия Коваля. Рядом с памятником тысячелетию Бреста произошла первая творческая остановка. Участники мероприятия смогли познакомиться с балладой «Светизянка» Адама Мицкевича. Отмечаются юбилеи Адама Мицкевича и поэтому решили вот на площадке на углу Ленина и Советской сделать такое мероприятие. Будет интерпретироваться баллада «Светизянка». А я как автор, как Адам Мицкевич должен буду подойти к зрителям, объяснить им, что такое театр и что будет происходить сейчас на сцене. Следующая точка маршрута – территория около выставочного зала. Здесь звучали слова поздравлений и песни. Именно здесь хороводу мероприятий был дан официальный старт. В рамках фестиваля «Студенческая весна» сегодня очень много будет мероприятий. Вот с чего мы начали этот парад студенческой молодежи. В три часа начинается областной тур республиканского конкурса «Арт-вокация», где студенты и нашего технического университета покажут свои возможности в вокале, в танцах, в чтении стихов. То есть все творческие возможности, которые они имеют. И очень приятно то, что наши студенты, они не замыкаются только рамками образовательного процесса. Они активно находят себя и в научной работе, и в спорте, и в волонтерской деятельности. Участники масштабной творческой инициативы – студенты и учащиеся Брестского региона. Ребята признаются, подобные проекты для них – настоящий праздник. Есть возможность продемонстрировать свои таланты, получить заслуженные награды и просто зарядиться хорошим настроением и позитивом. Это мероприятие уже стало традицией не только для нашего университета, но и для нашего города. Мы уже конкретно участвуем третий год, и мы с каждым годом все ждем больше и больше, потому что все ярче, насыщеннее, красочнее становится это мероприятие. Всем очень рад, мы сплачиваемся и с другими факультетами, и с иностранцами. Это очень интересно, и все довольны. Мы всегда рады поддерживать такие вот большие инициативы, участвовать в таких мероприятиях. Я уже третий год участвую в таком вот параде. Это всегда красочно, это всегда интересно. И я считаю, что многие наши студенты относятся к этому положительно, и все готовы участвовать хоть каждый год. Сегодня, кстати, даже погода прям под нас подстроилась. Да и когда такое количество студентов, молодежи, так вот под аккомпанемент оркестра идет по городу, мне кажется, и жителям города как-то становится приятнее, разбавляет обычные будни вот таким вот парадом. Дневные мероприятия – это далеко не весь чек-лист инициативы. На советской все только начиналось. Продолжение ждало участников в Центре молодежного творчества.